Тренер Игнасио Начи Берестайн удовлетворен текущей физической формой Хули Сезара Чавеса-младшего, но признал тот факт, что сын легенды никогда не достичь того же уровня, который был присущий его отцу, легендарному Хули Сезару Чавесу-старшему. Сезар Чавес был настоящим явлением в мире бокса. Многие ожидали, что сын повторит успехи отца, но это невозможно. Его отец был рожден стать величайшим, он лучший из того, что дала миру бокса Мексика. Сын боксирует примерно в схожем ключе, это нормально, это генетика, но увы, ему многого не хватает для того, чтобы быть бойцом такого же уровня. Разговоры вокруг возможного поединка между Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC в легком весе Коннора Макгрегором не утихают. Ранее сообщалось, что этот бой может состояться уже в июне, а буквально вчерашнем интервью Ирландис сообщил, что его дуэль с Мэйвезером пройдет в сентябре. Мы ориентируемся на сентябрь. Таковы планы, но вы все узнаете в свое время. Я переверну мир бокса, как я сделал это с ММА. Мэйвезер боится меня, потому что не знает, чего от меня ожидать в ринге. В принципе, этого никто не знает, поэтому я его побью на глазах у всего мира. Фрэнк Уоррен, промоутер Билли Джо Сандерса, обвиняет Геннадия Головкина в затягивании переговорного процесса. Билли готов к бою. Он хочет поединка. Мы хотим поединка. Но мы не собираемся все время ходить кругами возле Головкина. Мы вынуждены установить ему дедлайн. Или мы подписываем сделку на этой неделе. Или сделка не состоится. Головкин говорит, что его мечта – объединить все пять поясов в среднем весе в своих руках. Вот он твой шанс. Все, что необходимо для этого сделать – дать команду своему менеджеру и промоутеру и подписать контракт. Глава промоутерской компании Топ Ранк по парам дал филиппинскому чемпиону мира WBO по среднем весе Мэнни Пакео 48 часов на принятие решения. Будет ли он защищать свой титул против австралийца Джеффа Хорна 2 июля? Они должны принять решение к концу среды. Если мы не сможем устроить ему бой в июле, то будем ориентироваться на ноябрь. Мигель Котто может вернуться на ринг 24 июня. Об этом сообщает руководитель компании Мигель Котто Промоушен Брайан Пэрис. 24 июня – дата, которую отметила Rock National для возвращения Мигеля. Подробностей о сопернике телеканал пока нет, но дату они назвали, цитирует Пэриса Боксинг Скен. Что до возможного места проведения, то вариантов было названо много. Это и Нью-Йорк, и Даллас, и Лас-Вегас, и даже Орландо. Как минимум 4 города свободно на 24 июня, но мы предпочитаем Нью-Йорк. Билли Джо Сандерс вновь заявил о готовности отправиться в Казахстан ради обвинительного поединка с Геннадием Головкиным. Он, очевидно, хочет драться в Казахстане, потому что это его мечта. Я знаю, что если я приеду в Казахстан, то буду проигрывать ему 2 раунда, еще до того, как произвенить стартовый гонг. Я готов дать Головкину все, что он хочет, лишь бы наш бой состоялся. Мне бы очень хотелось, чтобы это случилось этим летом. У меня нет личного неприязни или ненависти к нему. Я лишь хочу посмотреть, насколько я хорош. Я бы хотел проверить себя в бою с ним. Журналист USNLive.com Стив Ким прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина с Билли Джо Сандерсом. С чего бы Головкину откладывать бой с Андерсом? Есть ли контракт о поединке с канала еще не подписан? Не заверен печатью, да и вообще нет никаких гарантий того, что этот бой состоится. У Triple G же есть шанс исполнить свою мечту и воплотить хэштег «Все пояса в жизнь». Ожидается, что он встретится с Билли Джо Сандерсом в июне, в Астане, в рамках международной выставки Экспо и получит за этот бой свой рекордный гонорар в 10 миллионов долларов. У него все на столе. Шанс объединить бойца в среднем весе, возможность сделать самый большой байдэй в карьере, а также в какой-то веке подраться в Казахстане. Люди действительно думают, что он упустит такую возможность. Головкин должен сам вести свой бизнес, не обращая внимания на канала, считает Ким. Продолжение следует...